Мой пожирной клоне. Кем вы были до войны? Ваша специальность? Я Прагдонецкий. Что вас понудило взять в руки автомат? Ваши настроения меня воспитали, как я могу вам показать в Донецке памятники Второй мировой войны. Место было уничтожено, 25 тысяч наших сограждан, 75 тысяч и другие места. Я воспитан на подвигах, я не приемлю никакого фашизма в нашей стране, бывшей нашей стране Украины. Жить фашистами в одной стране мы не можем однозначно. Мы всего лишь просили референдума, мы всего лишь хотели автономию. Однако эти фашистующие власти вынудили нас взять в руки оружие для защиты своих семей, своих детей. Ведь они стреляют, обратите внимание, по мирным жителям, по кварталам. Зачем они обстрелили в Песке, где не было наших войск вообще никаких? Зачем они стреляют по девятиэтажкам, по жилому сектору? Нас там войск нет, нет там наблюдателей никого. Зачем они разрушают эти дома, зачем они уничтожают наших людей? Меня не интересует, какая власть будет там демократическая, монотетическая, главное, чтобы она не была фашистской. Ступаемся на территории войска части, которая разрушена стрельбой городов, ураганов, дальнобойной артиллерии. Ноны, по-моему, стреляли. И мелкая артиллерия подходила, минометчики 80-ки подстреливают достаточно близко. И сейчас, на счастливого 24-й этаж стрелял танк, располагающийся на автоцентре «Вольво», недалеко от поворотов Саратона. Как вы думаете, до Львова мы дойдем? А стоит ли? Если они хотят жить по-своему, это города отработают, сейчас открытие будет лучше, чтобы отойти. Дело в том, что у них свое мировоззрение, хотят они лизать в жопу Европу, безлижут. А мы люди свободные, с ними однозначно жить в мире теперь никогда не будем. Они никогда не признают свои ошибки, их воспитывали в ненависти к нам. И их дети будут воевать еще с нашими детьми. Их, собственно, так и воспитывают. Я бы хотел особо отметить работу наводчика «Электрона». Это боец, который наводил дальнобольную артиллерию и, собственно, минометные 80-ки. По его корректировке уничтожено такое количество техники, которую моя группа уничтожила за месяц. А мы реально хорошо воюем. Очень плохая координация командования, это надо отметить. Однозначно надо брать и командование, и на начале. Это без этого воевать будет сложно. Группа действует разрозненно, не согласовывая между собой. Это большое... Как участник войны, с таким опытом, с подтвержденными подбитиями, вы что можете сказать этим людям, чтобы они... Как им готовиться к войне? Не ходите туда. Вас там убьют. Компенсировать случайность. Вы понимаете, я был столько раз, прошел просто по грани, просто, ну, реально, шаг в сторону, и все, и ты выжил. Это просто, ну, я просто... Это как, знаете, говорят, что дельфины спасают людей, они их выталкивают в сторону берега. Так вот, просто те люди, которые дельфины выталкивают в сторону от берега, не могут об этом рассказать. Понимаете? Я могу рассказывать, какой классный опыт, как это все здорово, но просто потому, что мне повезло. Но вообще, скажем так, вам, если вы хотите более-менее успешно воевать, вам, помимо теоретической и практической подготовки, крайне важно иметь психологическую подготовку. Понимаете? Вы без этого ничего не сможете. Как бы вы не были подготовлены, если вы опасались вылезти из окопа, вы ничего не сделаете. Ну, условно говоря, понимаете? Вы должны прийти на войну уже мертвым. Я не знаю, как это объяснить. Вы не должны бояться ничего, иначе будете бояться. Мой пожарной к луне. Кем вы были до войны? Ваша специальность. Я программист. Снова бой ведет отряд, нервы словно струны у ребят. И проснуться был бы рад, но не видит снов солдат фортуны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...